Дорогие друзья, сегодня в гостях центра Сангейтс достаточно популярный человек, в прошлом известный бизнесмен, ныне филантроп, человек, занимающийся благотворительностью, создатель нетворка Unite for Good Анатолий Мелехов, также с ним ведет беседу Маргарита Борт, центр Сангейтс. Анатолий, скажите, что сподвигло вас, такого успешного бизнесмена, бросить свою, так сказать, деятельность бизнесмена и заняться совсем другим делом? Это что? Возможность кому-то что-то доказать? Или это призвание вашей души? Для чего вам нужен этот нетворк? И вот чем вы сейчас занимаетесь? Трудно сейчас вспомнить то, что происходило много лет назад, когда изменилось у меня сознание на этот счет и мое мнение, и я оставил деятельность, связанную с финансами, с бизнесом. Скорее то, что я не чувствовал себя очень счастливым человеком, несмотря ни на какие возможности, которые мне представляло наличие достаточно больших средств и свободы. Я в какой-то момент осознал, что непосредственно материальное благосостояние не влияет на внутреннее состояние человека, ну, по крайней мере, в моей ситуации. И деньги счастья не покупают. Поэтому в какой-то момент я осознал, что, возможно, у меня другая миссия и другие планы жизненные, и я должен заняться чем-то другим. Для того, чтобы это осознать, нужно было... Прошло какое-то время, вам нужно было удалиться от мира сего, попасть куда-то в уединенное место, или это происходило во время занятия в корпоративном мире, работы, или вы все-таки пришлось удалиться куда-то в уединенное место? Ну, у меня... Мне приходилось много тяжело работать, и особенно это было связано с тем, что приходилось очень много ездить по разным странам, через океан. И в какой-то момент у меня возникло желание исчезнуть с лица мира, то есть попасть в какое-то место, где меня бы никто не беспокоил, никто не трогал. Во многом мне повезло то, что моя жена очень духовно развитый человек, и очень... срождение, по сути дела. И она в какой-то степени совершенно незаметным путем, хотя, может быть, и не сознавая того, как начало меня к этому вопросам, связанным с духовностью, пристрочать, я начал читать литературу, еще занимаюсь бизнесом, и вот как-то это у меня все накопилось, и дальше я сам для себя сказал, нет, я больше не хочу продолжать заниматься корпоративной деятельностью, хочу начать что-то другое, попробовать что-то другое. Я пришел к своим партнерам, друзьям, сказал, ребята, я хочу оставить бизнес. Они, естественно, решили, что у меня middle-life crisis. Вам было около 40? 45-46, 2006 год. И что через какое-то время я вернусь к своему нормальному состоянию. Они надеялись на это. Они надеялись на это. Поэтому предложили продать компанию, не сомневаясь в том, что этого не случится. Ну, никому кто-то будет заниматься. Но, видимо, я послал сигнал в космос, и космос ответил. И через год после этого разговора так получилось, что мы начали обсуждать. Появился покупатель. В какой-то момент, это случилось в 2008 году, прямо перед кризисом мировым, мы благополучно реализовали нашу организацию, нашу компанию, продали ее. И у меня появилась возможность, по сути дела, заниматься чем-то другим. Удалиться. Да. Ну, вот в тот момент я считал, что решением всех моих проблем и возможности самохождения, получения вот этого самого счастья. Пресветления. Пресветления, не знаю. В каком-то смысле. Как раз и является путь удзнений. Я в это время достаточно много занимался, ну и сейчас занимаюсь, но тогда в гораздо большей степени занимался духовными практиками, в частности тай-чи, был во многом подлиянием восточной философии, даизма. И после этого я начал искать место, куда я хочу, где хочу проводить большинство своего времени. И нашел такое на острове, возле Панамы, точнее, в Панаме, но на острове. Это национальный парк, совершенно невероятное с точки зрения природы и отсутствия всякой цивилизации, мест, где 95% территории заняты джунглями. И в свое время там я познакомился с человеком, который жил на этом острове с семьей, который пытался вот то место, на которое можно конвертировать в Харе-Кришне деревню. Но у него не получилось, и вот как раз он искал возможность продать право на проживание, потому что это национальный парк, нельзя владеть, есть возможность как бы жить, получить право на проживание. Вот, мы купили это место, там был дом, но больше часа времени я проводил, естественно, на аутсайд. То есть на свежем воздухе занимаясь практиками? Практиками, просто даже прогулками и так далее. То есть весь 2009 год я провел как раз вот таком. Чувствовали вы ли там себя счастливым человеком? Ну, в конечном счете понял, что нет, что все-то хорошо, что-то здорово, быть в лоне природы и в совершенно невероятных с точки зрения природных условиях. Но опять же, это тоже не мое, что мы приходим, ну, по крайней мере для меня, что мы приходим в этот мир не только для того, чтобы достигнуть нирваны или просветление, но, видимо, что-то сделать для других. То есть опять произошли какие-то изменения в сознании? Да, да, наверное. Я вернулся обратно в Чикаго, собственно, я приезжал периодически в Чикаго, моя семья приезжала ко мне, вот я тогда вернулся в Чикаго, и вот тогда, по сути дела, начал заниматься благотворительными проектами. По сути дела, посвятил всю свою жизнь именно этому процессу, чем я сейчас продолжаю заниматься. Очень интересно. А что же было, каким проектом был первый проект после приезда из Панамы? Что вы, чем вы занимались? Ну, я начал искать точку применения. Любая благотворительность, она связана с тем, что мы изинтересируем какой-то коус, какую-то тему, область применения, которой мы хотим помогать. Дальше мы используем различные методы, чтобы это осуществлять. Мне хотелось помогать детям. Поэтому, прежде всего, детям, которые оказываются в небылополучных условиях жизненных, в связи с ситуацией, жизненной ситуацией, в связи с местоположением географическими, семьями. Поэтому, в связи с промежуток времени, между 2010 годом, до середины 2012-2013 года, я практически полностью, все время занимался подобного рода проектами. Мы организовывали, точнее, мы входили в партнерство с уже существующими организациями, которые занимаются помощью детям в разных странах мира. Какие страны были? Первая была Россия, учитывая то, что русский язык – это мой родной язык. Я многое говорю, собственно говоря, большая часть бизнеса у нас была связана с территориями Восточной Европы и выше страны, выше Советского Союза, в частности, Россия. Я проводил много времени в России. Поэтому первые проекты были связаны именно с Россией. Мне повезло, я в то время познакомился с известным музыкантом и барном Олегом Митяем. У него был и есть большой проект в Челябинске, откуда он родом. Мы начали совместно с его фондом помогать детям из небылополучных семей. Вся идея, вся деятельность наша, связанная с помощью детям, сводилась к тому, что дать им возможность, детям возможность приблизиться к ценности, к духовным ценностям. Это искусство, музыка, образование — это инструменты достижения. Но ценности имеются в виду сострадания, имеются в виду желание помогать другим, любовь, открытие сердца через эти инструменты, о которых я говорю. Поэтому мы стали работать над созданием то, что называется After School Projects, образование, не школьное образование, через средства, через искусство, через музыку и так далее, чтобы дети приобщались к именно этим ценностям. Подобного рода проекта мы начали дальше осуществлять в других странах, в частности, в американских странах, а именно Руанда, Бурунди. Там мы провели какое-то время, помогая деятельность с людьми. Как вы чувствуете, где было труднее осуществлять свою деятельность? В России или в Африке? В Панаме, в Америке у нас были проекты. Везде свои сложности. Везде свои сложности. Опять же, наше дело было создать некий каррикулум, систему, при которой через разного рода средства, опять же, в Африке, в африканских странах мы использовали сельское хозяйство, как метод достижения этих целей. То есть дети работали? Работали или, допустим, делали какие-то проекты, связанные с сельским хозяйством или с, например, у Бурунди, это игра на ударники. У них там это принято очень. Скажем, в Панаме очень интересная ситуация была, когда мы стали помогать детям в деревнях, детям индейцев. То есть там просто базовое обучение, потому что они решены даже это. Чтение, просмотры каких-то фильмов, рисование и так далее. Там очень базовая ситуация, в том смысле, что дети совершенно не имеют никакого пристрастия к, в принципе, каким-либо ценностям, поскольку их окружение, оно очень сложное. Такого типа проекта в Америке, конечно, и другие свои есть сложности в этом плане. Ну, так, короче говоря, мы занимались, продолжаем, собственно говоря, заниматься с некоторыми проектами до сих пор, где мы вот стремились помочь детям. Что вы чувствовали, когда видели, что жизнь детей меняется, что они приобщаются к прекрасному, что-то меняется в их сознании, они становятся добрее, более отзывчивыми? Ну, это достаточно сложный, длительный процесс, и он не является линеарным. То есть, ну, конечно, спустя какое-то количество времени, допустим, спустя несколько лет, особенно, допустим, это видно было и в России, то, спустя говоря, и в Африке, было видно, как ментальность этих детей меняется, у них открывается сердце. То есть, конечно, очень большое удовлетворение подобного рода деятельность вызывает, и, опять же, смысл заключается в том, что чувствовать себя хорошо. То есть, может, в какой-то степени негалистичнее говорится, но помогая другим, ты помогаешь самому себе при этом всего. Да, правильно. А оно потом возвращается в два раза. Дело даже не в этом. Просто видя, что вот эта деятельность делает, приносит что-то для других, она дает себе, прежде всего, некий моральный буст. Желание двигаться дальше. Просто чувство удовлетворенности. Мне кажется, что независимо от того, у кого у каждого человека своя миссия, у всех у нас одна единая общая цель – быть счастливыми. Конечно. А что является счастьем? Это внутреннее спокойствие, некий покой, что ли, отсутствие каких-то ментальных, эмоциональных спадов, может, даже подъемов, как-то такое сглаживание, что ли. И вот как раз подобного рода деятельность, она, я заметил, она как раз очень хорошо способствует этому. Мы уже сказали учеными, что при этом такую деятельность выделяются неким эндорфинам, которые, эндорфины счастья, если можно такое разиться, которые делают нас гораздо более устойчивыми психологически, психически и, в общем-то, имеют возможность чувствовать себя лучше гораздо. Эмоциональное здоровье, оно приводит к физическому здоровью, как это известно. Абсолютно верно. Поэтому, собственно говоря, вот в этом как раз встречается цель человеческая. Ни за какие деньги ты не купишь. Изменился сейчас род деятельности немножко? Какие-то новые проекты? Можно немножко об этом? Да, во многом изменился. То есть, занимаясь индивидуальными проектами, и в какой-то момент мы пришли к пониманию того, что проблема, может быть, в глобальном смысле проблема человечества заключается в том, что... Не в том, что у людей отсутствует что-либо, а в том, что люди не понимают, не сознают, что действительно является движущей силой духовной уравновешенности, вот этого самого счастья, о котором мы говорим, подобного рода деятельность. И поэтому мы в какой-то момент решили перейти от индивидуальных каких-то проектов, связанных с определенным коусом, в данном случае идите, к созданию некой такой глобальной системы, названной экосистемой, или, собственно говоря, даже движения, мы его назвали United Workwood, которое позволит людям делать добрые дела, будет мотивировать их делать добрые дела, при этом получать от этого удовольствие, это удовлетворение. То есть создание некой привычки, что ли, заниматься этой деятельностью. Потому что если найти способ или пути, способ или пути, чтобы человек занимался этим на протяжении какого-то длительного времени регулярной основы, то это как эффект собаки Павла, вы знаете, да? Да. Вырабатывается привычка. Стимулирует. То есть вначале это неосознанная связь между рододетельностью своей и тем, что мы себя чувствуем, как мы себя чувствуем. Но потом, через какое-то время, человек сознательно начинает понимать, что вот это действительно делает его счастливее. Вот таким образом вырабатывается привычка. И после этого уже не нужна мотивация. Для него это становится привычка, как чистить зубы. То есть он без этого уже не может жить. Исследования показали, что даже в этой стране, которая наиболее продвинутая в области благотворительности и филантропии, в силу своих традиций, всего лишь 20% взрослого населения занимаются благотворительной деятельностью, на регулярной основе. На регулярной основе. Соли 20%. А 80% это делают, потому что называется рендом. Ну вот сделали. Да, иногда, да. И, естественно, они могут ощутить увязки между этого рода деятельностью и своим материальным состоянием. Поэтому мы решили создать некую экосистему, некий мотивационный, что ли, пул, когда люди будут этим заниматься на регулярной основе, мотивируя их. И, садясь с того, что через какое-то время такая привычка возникнет. И вот эта пропорция 80-20 начнёт изменяться в противоположную сторону. О, очень интересно, замечательно. Я, насколько я знаю, вы встречаетесь по роду своей деятельности с известными людьми. Какие встречи были самыми значимыми, возможно, для вас или для всего движения? Ну да, в общем-то, за вот эти несколько лет мне посчастливилось с очень неординарными людьми, которые, ну, живут этим. Наиболее, вот, наверное, примечательно случилось совсем недавно, когда я и моя жена, мы были превышены на празднование 80-летия Далай-Ламы. Мы были в Индии, вот в вот это местечко, которое называется Дармсала, где существует правительство из знаний. Ну, как все знают, Далай-Лама был издан с Тибетой, китайцами, и вот сейчас он проживает там. И вот соприкоснувшись с этим великим человеком, который действительно несет в жизни ценности, о которых мы говорим, compassion, kindness, слава, свет, тепло, любовь, да. Он живет, он является, почему-то он очень скромный человек, несмотря на свой, как бы, статус с Далай-Ламой, реинкарнации в 14-м поколении, реинкарнации Будды, как они говорят. Он очень скромный человек, имеет систему, он является пропагандистом, написал более 80 книжек. Несмотря на свой возраст, ездит по всему миру, вот нам довелось с ним познакомиться и пообщаться, у нас была индивидуальная с ним встреча. Потом свое 80-летие праздновал в Америке, в Калифорнии. Я был приглашен в панель, в которой принимали участие Нобелевские лауреаты и известные артисты, в общем, известные люди, которым как раз обсуждалась вот тема сострадания, милосердия, насколько это должно быть вижущей силой человечества. Поэтому вот то, что Далай-Лама говорит на протяжении десятков-десятков лет, как раз мы пытаемся практически, в практическую область применить через Винайд Хоргут. Вот один из примеров. Мне приходилось встречаться с большим количеством людей, начиная от президентов, бывших президентов этой страны. Наиболее примечательное, наверное, это знакомство с президентом Клинтоном, когда мы через Клинтон Фондеишн в 2013 году летом летали в Африку вместе с ним, и с его дочерью. встречался с большим количеством известных музыкантов, артистов, которые как раз-таки на почве именно благотворительности, на почве филантропии. Мы ежегодно, последние два года, делаем такой глобальный мероприятие, которое называется «Unite for Humanity», на котором мы предположим, как «Оскар» для благотворителей, известных во всем мире. Мы проходим в Калифорнии в феврале месяце, в неделю «Оскар», и мы приглашаем известных людей, которые получают награды, rewards, как можно сказать так, за свою деятельность в разных властях. Поэтому мне довелось как раз сейчас и пообщаться с многими из них. Спасибо большое. Есть ли у вас желание или цель объединить всех людей, которые занимаются благотворительностью под какой-то один нетворк, какую-то одну сеть? Именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы создаем эту глобальную платформу, которая является, упрощенно говоря, Facebook добрых дел. Но это не только технология, это и программы на уровне в школах, в университетах, колледжах, в университетах, в центрах и так далее. А вот эта самая технологическая платформа, она как раз и является такой губальной социальной сетью, где людям дается возможность легко идентифицировать совершенно разное направление деятельности, благотворительности, причем не только в реальной жизни, но и в диджитал, где они могут написать какие-то истории, поделиться историями, фотографиями, видео. И это совмещено с системой гемификации, так называемой. Мы называем это Key Count, or Cadence Count. То есть это, по сути дела, ваш кредитный скор, кредитный скор, то есть вы имеете возможность делать добрые дела, набирать очки, достигая определенного уровня, вы имеете возможность получить разного рода rewards, experience какие-то, services, допустим, на этот уровень вы можете пойти в любой Starbucks в вашей эре, и имеете возможность бесплатно получить, допустим, лоте, вот этот номер, вы имеете возможность ходить на баскетбольный матч. Не будет ли это привлекать людей для того, чтобы именно получать какие-то призы, подарки, на самом деле, в принципе, в сердце они не будут чувствовать, что они делают что-то доброе и полезное. Хороший вопрос, довольно часто задаваемый мне, но, во-первых, мы в рамках нашей деятельности мотивируем людей, чтобы они не просто получали вот эти реворс, но они с ними делились с теми, кто действительно ждет еще больше. То есть, по сути дела, мы пытаемся мотивировать людей, чтобы они мотивировали других. Представьте себе, что человек живет от зарплаты зарплаты, у него нет средств, он хотел бы помогать, но у него нет возможности. А тут он имеет возможность что-то делать для кого-то, получить какие-то реворсы, допустим, пойти в госпиталь или поделиться с нуждающимися. То есть, мы мотивируем на это. Но, на самом деле, как я уже говорил, 80% людей, они не имеют, они занимаются добрыми делами очень, от случая к случаю, по возможности. Поэтому, да, они нуждаются в мотивации. Поэтому мы пытаемся создать вот эту самую привычку, когда, да, может быть, мотивируя на первых порах людей, чтобы они получили возможность, там, попасть на концерт Мадонны или Алтана Джана. Из-за этого они будут волонтерствовать в течение низких мисс. Но, с подволи они как раз эту привычку и вырабатывают. И через какое-то время они понимают, что, кроме того, что они получили возможность сходить на концерт, что-то произошло у них в душе, что-то в сердце, что-то открылось. С меня-то произошло. Мне потребовалось 45 лет. Я просто имею огромное количество примеров, когда это случается быстрее, особенно у нынешней молодежи, миленеиалс, моложе. У них вот эта самая трансформация случается очень быстро. Им только надо дать вот такой толчок. Вот раз мы создаем вот эту самую платформу. Плюс, что очень важно, наши ментальные, загрязненные, что ли, вызваны тем, что мы получаем огромное количество информации, как правило, негативные. Верно? Через средства массовой информации, через телевидение, новости. Правда, новости и так далее. То есть, куда ни глянь, да, там убили, там стак-маркет упал, там скандал и так далее и тому подобное. И это неизбежно влияет на наше ментальное, естественно, эмоциональное состояние. Вот эта самая платформа предназначена на то, чтобы агрегировать позитивную информацию, на систему достаточно интересную информацию, важную для вот именно молодежи, и ее распространить через средства, информацию, через нашу самую платформу, по всему миру. Ну, прежде всего, в Америке. Тем самым, да, плюс, люди сами могут эту информацию приумножать, делиться с ней. Тем самым, мы увлекаем людей в процесс позитивного мышления. Чем больше человек позитивной мысли, тем больше у него на задний план уходят вот это вот самое страхи, самые... Конечно, негатив. Мы заменяем любовь, страхи заменяем любовью. Ну, можно сказать так, два полюса страха, любовь, да? и как раз в этом я вижу свое предназначение. Вот эта самая платформа, о которой я говорю, мы как раз буквально в очень короткий срок начинаем запускать. Вот вы опередили мой следующий вопрос. То есть, сроки уже известны. Известно, да. Мы занимались этим уже несколько лет, мы это строили. Это достаточно комплексный процесс, не просто технологии, это целая инфраструктура. Представьте себе, что нужно идентифицировать то, что называется под юнитис. То есть, человек, человеку было легко найти, чтобы он не... Вот что ему делать, этим образом он может заработать все очки. Чтобы не надо было этих 5 часов с одного конца города так в другой, чтобы он мог перейти через дорогу, допустим, и далее, чтобы он имел выбор. Допустим, кому-то нравится помогать детям, кому-то нравится помогать животным. Поможать старикам. И старикам, и так далее. То есть, надо дать возможность. Поэтому нам надо было идентифицировать и нужно сейчас идентифицировать большое количество вот таких возможностей и дать возможность людям легко их идентифицировать. Кроме того, если мы говорим про награждение, то есть, эти rewards, нужно создать целый каталог. Знаете, как это, допустим, когда вы летаете на самолете, набираете мили, а потом вы можете конвертировать на что-либо. Создается каталог реальный с разного рода, experience. Другим словом, вот она заняла весь этот процесс порядка двух лет. Вот сейчас мы выходим, как говорится, на финишную прямую и мы запускаем на этот год платформу буквально к концу сентября. Мы надеемся, что это будет game-changer, что действительно большое количество людей присоединятся к этому движению и будут увлекаться в этот процесс. Спасибо большое. Очень интересно. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, слушателям? Что самое лучшее пожелание, которое вы могли бы? Вы знаете, меня когда-то спросили, какой я хотел бы мир видеть в будущем. Я сказал, что количество людей, которые хотят помогать, существенно превышает количество людей, которые нуждаются в помощи. Я хотел, чтобы как можно больше количества людей осознали, что наше счастье как раз в наших руках. То есть делать что-то для других мы делаем, как я это осознал, многие вещи для себя. И чтобы возможно больше количества людей в этот процесс увлекалось. Ну и кроме того, желаю, чтобы все к нам присоединялись. Вы выбираете www.uniteforgood.com и получите исчерпывающую информацию о нашем движении, о нашей деятельности. И мы надеемся станем нашими пользователями. Спасибо огромное. Спасибо, что вы нашли время с нами пообщаться. Мы благодарим вас и всего самого доброго и удачи и здоровья и успехов вашей деятельности. Спасибо большое. С нами был Анатолий Мельхов, основатель движения Unite for Good. Субтитры создавал DimaTorzok